Подруги, привет! И сегодня у нас видео на тему развития малыша. И это одно из первых видео, которое я записываю, поскольку Гранту буквально через несколько дней исполнится уже два месяца. Жутко быстрое время пролетело. Конечно же, конечно же, я думаю, как и вам, мне совсем не верится, что Гранту уже два месяца. И очень много за эти два месяца произошло. И он очень сильно меняется. И сегодня как раз-таки буду вам об этом рассказывать. И как вы видите, ребенок находится сегодня в переноске. Это переноска BabyBurn, которой мы в доме пользуемся все чаще и чаще. А все потому, что мой малыш, он очень контактный малыш, очень любит находиться на руках у мамы. И, следовательно, для того, чтобы хоть что-то в доме делать и как-то передвигаться, взаимодействовать со старшим ребенком, да и в целом безопасно держать ребенка на своих руках, я, в общем, пользуюсь этой переноской. Она у нас дышащая, здесь перфорированный материал, и ей действительно пользоваться очень здорово. Не жарко ни мне, ни ребенку, а только приятно, комфортно. И, в общем, мы оба счастливы от того, что можем все время находиться в компании друг друга. И это самое, наверное, большое такое отличие от старшего моего ребенка, поскольку в его возрасте, когда Рэму было два месяца, он терпеть не мог находиться на руках, терпеть не мог спать на груди и уж точно укачиваться. Поэтому я находила способы, как его укладывать спать, как помогать ему, когда его что-то беспокоит, ну и как, в принципе, сделать так, чтобы ребенок был счастлив и доволен. С этим малышом все намного проще, как вы видите. Тут он удобненько себе и комфортненько сопит, что-то вокруг наблюдает и смотрит, что происходит. И в целом очень сильно доволен жизнью. И для этого счастья ему чаще всего необходимо просто наше присутствие. Мое, конечно, в первую очередь, но и также присутствие Рэма, присутствие Папы, наш какой-то вот этот домашний шум, гам, звуки, которые мы обычно тут издаем, игры, хохот, иногда даже крик, поскольку Рэм тоже бывает недоволен. И именно в таких условиях Гранд чувствует себя намного-намного более спокойным. Если, например, его бодрствующим оставить в комнате, и вдруг тишина, и нет никакого вот нашего вот этого бытового какого-то шума, жизни нашей, то он начинает переживать и начинает как-то вот проявлять свое недовольство. Следовательно, чаще всего он и засыпает на свои дневные сны. В нашем присутствии мы, понятное дело, используем кокон, используем белый шум, но наши какие-то ежедневные вот эти бытовые шумы мы не приглушаем и пытаемся как-то вот помочь ребенку влиться в жизнь в доме, в жизнь в семье и спать в абсолютном комфорте, даже когда немного шумно. И, как мне кажется, в первые месяцы жизни ребенка пока еще рано говорить там о режиме, пока еще рано говорить о самостоятельном засыпании, то это очень важно, поскольку чаще всего ребенок как раз-таки будет спать в присутствии остальных членов семьи, которые, понятное дело, будут шуметь. На шестой неделе своей жизни он активно начал улыбаться и начал фокусировать свой взгляд. Для меня, как для мамы, конечно же, это вот большой-большой такой шаг в его развитии, поскольку я понимаю, что он уже осознанно улыбается, когда я к нему подхожу, начинаю с ним разговаривать, когда Арс к нему подходит, даже когда Рэм подбегает, скачет, прыгает, он уже способен уловить вот этот движущийся объект, на него какое-то время смотреть и улыбаться, когда он понимает, что Рэм приближается к нему, когда он ему тоже улыбается, когда он его целует и когда он с ним общается. И потихонечку он начинает держать голову. Но от нахождения на животе и тренировок вот именно мышц шеи он не в большом восторге. Лучше, чем Рэм держится, несколько секунд может выдержать. И в целом-то, ну, особо, ну, не начинает прям орать-орать, но вот чуть-чуть его подержать, и он активно начинает проявлять свое недовольство. Чего не скажешь о купании. Купаться он просто обожает. То есть только положи его в ванну, только он чувствует теплую воду, все, ребенок счастлив, доволен и может купаться хоть 40 минут, хоть час, ему все равно. И когда я его достаю из ванны, он не плачет. Рэм орал как резанный. С этим ребенком история совсем другая, и он в этих случаях не плачет. Очень даже доволен. Даже когда я его массирую, когда наношу крем, одеваю. То есть это такой длительный процесс после ванны. Он терпеливо-терпеливо следит за тем, что я делаю. И в принципе-то и, ну, редко когда оплачет. По большому счету можно сказать, что в этих случаях не плачет вообще. Ну и вот, сейчас пока я тут разговариваю, рассказываю, как у нас дела, ребеночек успешно и подуснул. Я думаю, что остальную часть нашего видео, он как раз-таки в этом Бэби Берни будет спать. Кстати, здесь есть вставка для новорожденного. И здесь есть специальные молнии, которые можно также еще регулировать под конкретного малыша, под конкретный размер. И в целом ему в этом рюкзаке очень-очень удобно. И он, правда, любит в нем находиться, спать. И даже когда я разговариваю, что-то делаю, шевелюсь, его это вообще не беспокоит. Мне кажется, наоборот, еще больше убаюкивает, и как-то он чувствует себя намного спокойнее. Для меня, как для мамы, уже во второй раз, это, конечно же, новый, сильно новый опыт, поскольку вот я уже много-много раз рассказывала, что с первым моим ребенком ситуация была абсолютно другой. И вот наш рюкзак, который тогда мы и имели, и до сих пор у нас есть, мы им пользовались буквально несколько раз. Ну, по большому счету, наверное, там, когда ходили к педиатру или там в прогулках. Но в доме мы им никогда не пользовались, поскольку, ну да, на руках он не любил находиться. А сейчас вот такая вот милота. Я как-то даже, ну не знаю, ну нет у меня сейчас страха, что он привыкнет к этим рукам, что потом я вот буду постоянно его укачивать. Я не знаю, я вот прям с огромнейшим удовольствием сейчас наслаждаюсь этой ситуацией. Люблю вот с ним находиться в каком-то контакте, особенно в такие тихие моменты, как сейчас, когда старший ребенок спит. И мы можем с Грантом вот, ну не знаю, проводить это время вдвоем, знакомиться и как-то вот устанавливать наш этот тесный контакт. И, в принципе, вот этот вот запах головушки маленького младенца, это что-то с чем-то. И зная, что в нашей семье мы все-таки решили, что у нас будет двое детей, в связи с этим младенцев у нас больше не намечается, то это, конечно же, очень-очень здорово. И я вот ловлю каждый момент и действительно каждым этим моментом наслаждаюсь. Так что рюкзак мой мне в этом очень сильно помогает. Что у нас еще? У нас как раз-таки вот на пятой-шестой неделе у нас наладилось пищеварение. И он стал намного легче укладываться спать. В первые недели своей жизни его было, ну не то чтобы сложно уложить, но занимало достаточно долгое время, потому что как только он поест, я его подержу столбиком, он сделает отрыжку, он ложился и все, у него начинались сложности с пищеварением. Он хотел пукать, он хотел какать, у него были газы и он никак не мог это сделать. Поэтому человек кряхтел-пыхтел, швырял ногами, дико был недоволен и плакал. Ему приходилось помогать массировать живот, поднимать ножки. Мы даже пару раз ставили газоотводные трубочки. И я со своей стороны, конечно же, делала все, чтобы помочь ребенку справиться с этими газиками, этим дискомфортом, чтобы он смог уснуть. И ровно такая же ситуация была во время ночных кормлений. Вот именно уложить его спать потом, это занимало очень долгое время. И не потому, что он бы там плакал и не хотел бы спать. Видно, что он хочет. Но вот именно как раз-таки эта история с газиками и с пищеварением, она ему сильно мешала. Я удалила из своего рациона молочку и молоко, например, когда пью кофе, а пью теперь безлактозное. И в целом слежу за тем, чтобы лактозы в моем рационе было намного-намного меньше, если вообще, чтобы этой лактозы пока не было. Наблюдается недостаток лактазы в его случае, то есть фермент, который переваривает лактозу. И у него даже были кровенистые выделения в его стулья. И помимо кровенистых выделений, вот когда он какал, вот все пузырится-пузырится. Это как раз-таки свидетельствует о том, что он с трудом или не переваривает лактозу. И именно поэтому я удалила эти продукты из своего рациона. И сейчас я могу сказать, что у него вообще нет проблем с тем, чтобы пойти спать. И после еды он покакает. Какает он практически каждый раз после каждого кормления. И ночью, конечно же, для меня это дискомфорт, потому что я его покормлю одной грудью. Потом я его переодеваю. И потом кормлю второй грудью. Это я делаю, потому что он редко встает ночью для того, чтобы поесть. Ну это еще расскажу. Но суть вот именно как раз-таки этих кормлений и переодеваний в том, что он какает после каждого-каждого кормления. И как только я понимаю, что вот только что переодела, Только что поменял этот подгузник, теперь кормлю вторую грудь, и опять человек начинает какать. И все, и после этого опять я его переодеваю, укладываю в пеленку, в кроватку, и все, ребенок прекрасно спит. И, собственно, что у нас с этими кормлениями ночью? Он один из таких прекрасных детей, которые просыпаются один раз. Ну, я считаю, ночными кормлениями два, утренние тоже, потому что мы еще вот как бы не начали свой день, поэтому я вот как бы это кормление отношу к ночи. Но в целом, как у нас выглядит наше кормление и наш режим в целом, который потихонечку-потихонечку уже начинает устаканиваться. То есть я пока слежу за его биоритмами, и в зависимости от того, как он себя чувствует, когда он готов спать, я его и укладываю. И это обычно к 10 часам вечера, то есть в 9 уходит спать РЭМ, сейчас, когда он болеет, в садик не ходит. А когда он ходит в садик, он уходит спать в 8 часов. То есть в 9 уходит спать РЭМ, и тогда я уже Гранта готовлю ко сну, мы купаемся, едим. И к 10 часам вечера он укладывается спать. И все, спит он в целом до 2-3 часов. Ну, в среднем, да, он просыпается на первое кормление где-то в 2-3, иногда может и в 4 проснуться. Я его кормлю, этот процесс занимает долго, потому что кормлю одной и второй грудью, переодеваю его и, собственно, укладываю обратно спать. Если он уж совсем сонный и вторую грудь никак не берет, тогда я со второй груди сцеживаю просто молоко отсосом. И ребенок спит где-то приблизительно до, наверное, 6-7. Бывают случаи, когда, если он, например, встал в первый раз в 2, то он может проснуться в 5 для того, чтобы поесть во второй раз. Ну и тогда тоже мы едим, где-то час вся эта процедура занимает, и мы еще немного-немного спим. Потом начинаем свой день около 8, но немного после 8, и, собственно, он в течение дня буддушствует не более часа, то есть это его такой максимум, и все, отправляется спать. Причем этот час, включая кормление. Ест он каждые 2-3 часа. Опять же, если ребенок сильно-сильно спит, тогда я сцеживаю молоко с одной груди и в следующее кормление кормлю его второй. Набрали мы уже немного больше 5 килограмм, то есть в 2 месяца. Это очень хороший такой показатель, но, по крайней мере, мы в норме. Я понимаю, что молока у нас хватает, жирность хорошая, ребенок набирает, он ест, это молоко он получает, и это очень-очень здорово. С этим проблем у нас нет. Ровно так же, как у меня вот в случае Гранта не было проблем и с грудью, даже начиная его кормить. То есть соски мои, они не трескались, мне практически не приходилось пользоваться пуриланом, только первую, наверное, неделю. И болезненные ощущения, они как раз-таки были только в первую неделю. Потом все. То есть грудь как будто бы вот кормила, не переставая, без перерывов. И это намного более комфортно у нас получилось, нежели чем было с Рэмом. И тут я, конечно же, опять же, вспоминая ситуацию с Рэмом, делаю вывод, что да, действительно у нас были проблемы с тем, как ребенок ел. И, собственно, именно это и привело нас к тому, что мы со временем перешли на смесь. Я, в принципе, и грудное молоко в смешанном кормлении давала ему с бутылочки. То есть я сцеживалась. Так нам было намного-намного легче. В этом случае пока такой ситуации нет. И действительно очень комфортно его кормить. И я очень надеюсь, что так оно и будет. Приблизительно в три месяца, вот через месяц его жизни, когда будет такой первый большой скачок роста, когда может наступить кризис, вот именно как раз-таки трех месяцев, когда может казаться, что молока стало намного меньше или ребенок не доедает. Ну, надеюсь, я обойдусь без паники и смогу вот спокойно его чаще прикладывать. И вот этот вот момент мы как-то вот успешно перейдем и наладится грудное скармливание так, чтобы у нас молока хватало для дальнейшего кормления исключительно только грудным молоком. Также показатель хороший того, что молока хватает. Каждое сцеживание я сцеживаю минимум, минимум 100-120 мл. Это каждое сцеживание. Меньше объема у меня не бывает ни с одной, ни с другой груди. Это очень здорово. На этой неделе ребенок также начал срыгивать. Раньше этого не было вообще. И вот сейчас мы активнее пользуемся нашими всеми слюнявчиками. Я помогаю ребенку также вот с нахождением вертикальным столбиком, чтобы еда продвигалась по пищеводу вниз и не поднималась вверх. Конечно, немного он срыгивает. Проблемы в этом пока нет. Также помогает то, что кроватка наша, она изголовье, можно поднять выше, чем ноги. Ну и, следовательно, в принципе, большой проблемы в этом нет. Еще касательно сна. Днем ребенок спит от получаса до полутора часов. Вот в первой неделе он спал вот прям в нон-стопе. По 3-4 часа мог спать. И тут вдруг, бам, 20 минут просыпается, 30 минут просыпается. Я думаю, ну вот тебе на. Я уже обрадовалась. И опять повторяется история, которая была с его старшим братом. То есть ребенок, который спит по полчаса, это прям катастрофа. Но я поняла, что есть обстоятельства, когда он действительно спит дольше. Во-первых, если я его ношу на себе в рюкзаке, чего на самом деле я стараюсь не делать, потому что все-таки хочется, чтобы он спал горизонтально в кроватке, ну либо в коконе. Также он спит дольше. Если мы гуляем на свежем воздухе, то он может вообще спать и как бы и 2, и 3, и 4 часа. И плюс ко всему, если его пеленать. И пеленать его ручками, вот прям столбиком ручками вниз, это ему пока вот заходит наиболее всего. Ручки вверх, пеленочки наши Love to Dream, и кокон Аталант пока что у меня лежит на полочке, он как-то пока не понимает, потому что вроде бы шевелиться можно, а никуда далеко руки не отвезти, и он начинает нервничать и переживать. Поэтому эти коконы наши я оставлю на немного попозже, и пока пеленая его исключительно вот прям ручками вниз, и тогда его дневной сон может длиться и час-полтора. Очень круто ему зашли все наши шезлонги, и он обожает спать в зевушке. Зевушку мы в основном используем для сна дневного. Также шезлонг Baby Burn, он прям очень крутой, и его мы используем как в доме, так и если выезжаем куда-то. Я всегда его беру с собой на случай, если мне нужно ребенка достать из коляски, либо из автокресла, чтобы он в комфорте, в эргономичном вот таком вот шезлонге мог находиться, поспать, просто посидеть, понаблюдать за родителями, то вот Baby Burn шезлонг, он самый-самый крутой, и лучше его я вот пока ничего не встречала. И также мы зашли пустышки. То есть это ребенок, который любит брать пустышки. Мы пользуемся в основном пустышками Абвент, одним всего видом, но потихонечку, есть дни, когда он также начинает уже принимать сосочки лади, которых у нас несколько штук, до этого он их не принимал, просто потому что у них вот сама сосочка со скосом. Ему нужна соска вот прям кругленькая, обычная, вот такая вот, как мамин сосок. Вот такие пустышки ему нравятся больше всего. Но я думаю, это вопрос времени, поскольку Рэм тоже раньше пользовался пустышками Абвент, и сейчас пользуется исключительно пустышками лади. Ну а по отношению к своему младшему брату Рэм, он проявляет очень большую нежность, очень его любит. И как-то вот наша адаптация к жизни с двумя детьми, она в этом вопросе действительно прошла очень хорошо. То есть Рэм к нему не проявляет никакой агрессии, никакой ревности, и действительно его любит, наоборот, даже защищает. Каждый раз, когда Грант начинает плакать, он обращает мое внимание и говорит мне о том, что маме нужно идти посмотреть, что там с Грантом. Если к нему подходят чужие люди, то он его оберегает, он его прям защищает и протягивает руку вот так вот, и запрещает человеку к нему приближаться. И безумно-безумно любит катать его в нашей Дуне. То есть для него это просто самое любимое мероприятие, когда мы уезжаем из дома, катать Гранта, и он вот прям говорит нам всем своим видом, что все, я теперь взрослый, и своего братишку маленького буду катить сам. И это, конечно, очень такое прекрасное зрелище, когда ты смотришь на своего вроде бы только что малыша, который уже катает в колясочке своего младшенького. Ну и в целом младшенький у нас такой очень спокойный, хороший младенец, который в целом-то плачет только тогда, когда есть какой-то дискомфорт. И тут действительно, вот как по книге, знаете, как только ты удовлетворила его нужду, все, ребенок замолкает, он начинает улыбаться, он либо спит, либо просто наблюдает, и он больше не плачет. И это очень здорово. И это, конечно же, облегчает намного-намного материнство и делает его намного более приятным, намного более спокойным, когда мы уже друг от друга питаемся вот этой энергией спокойства, и мы можем прекрасно проводить каждый день. Конечно же, есть моменты, когда непросто, это моменты, когда дети болеют, вот как раз-таки сейчас. Рэм заболел, и Гран заболел, у Гранта сейчас острый ринофаренгит, и мы вот лечимся вот насколько это возможно. В случае младенцев, конечно, никакие там препараты особо использовать не будешь. Поэтому сейчас с опелькой, которая у него есть, я отсасываю механически при помощи носфриды и капаю его аквалором. В такие более сложные моменты, когда он правда не может дышать, когда есть большой отек, я еще использую детский називин бэйби, который также ему помогает. Во всем остальном это увлажнение воздуха, это очищение воздуха в наших помещениях, много-много маминого молока, маминой заботы, и мы потихонечку-потихонечку приходим в себя. И в связи с этим, конечно же, бывают моменты, когда он более капризный, но опять же, это настолько-настолько минимально, что ну как-то даже злиться неохота, потому что ты понимаешь, что подожди, вот уже два месяца считай, это идеальный младенец, но, наверное, можно ему позволить иногда поплакать, иногда потребовать, чтобы мама вот прям как штык сидела рядом и никуда не отходила, и действительно, ну как бы имеет право человек требовать присутствия мамы, когда чувствует себя не так-то хорошо. Но во всем остальном у нас все здорово, у нас на этой неделе будет специальная фотосессия для гранта, то есть это такая малышковая фотосессия, которую мы запланировали достаточно поздно, но тем не менее она у нас будет, надеюсь, пара хотя бы кадров у нас получится, ну и потом сделаем семейную фотосессию, ну и как-то, в общем, будет много интересного, я думаю, у нас и последующие месяцы, отчеты которых я буду давать вам в моих видеороликах. Ну а на сегодня на этом, наверное, все, мы с Грантиком спящим уже с вами будем прощаться, желаю вам всем доброго дня, берегите себя, берегите своих близких, родных, заботьтесь о своем здоровье, и мы с вами увидимся в следующем моем видеоролике. На этом сегодня от нас все, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова